Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Аня Цзука. Давненько на канале у нас не было никаких распаковок или коллекций, обновлений коллекций. И вот сегодня неожиданно, я думаю, для многих, пополнение коллекций игр для PSP, портативной консоли от Sony. Вот такая вот стопочка дисков. Не особо-то я их и собирал раньше, PSP есть какие-то диски, у меня были раньше. В каких-то старых видео фигурировали диски, которые для PSP у меня есть. Но одно время решил пополнить коллекцию, и эти диски у меня, кстати, появились уже, наверное, больше месяца назад. Просто не было возможности записать видео. Тут перестановка кое-какая была, вот видите, сзади там хромакей висит, но вот я его сейчас не включил, не использую. Освещение, видите, не очень равномерное, не очень красиво получается на больших роликах. Да и, в принципе, я думаю, на распаковках, наверное, лучше зеленый экран сзади оставить, чтобы где-то что-то на обложках дисков там не врезалось. В общем, ваше мнение оставьте в комментариях. Вам лучше смотреть такие видео с зеленым экраном сзади или сзади что-то красивую картинку поставить в следующий раз. Вот, давайте, в общем, PSP. Если кого-то заинтересует моя полная коллекция дисков, может быть, потом отдельное видео записать или какие-то там рубрики там по разным этим жанрам, что-то типа того. Но тут, в общем, я решил немножко подзатариться, пока была возможность. Итак, значит, что у нас тут есть? Capcom Classics Collection Reloaded. Это сборничек старых аркадных игр компании Capcom. В общем, тут счет такой-то. 1942-43-43К и команда Echo Fighters, XSXS, Ghosts'n'Goblins, Ghosts'n'Ghosts, Super Ghosts'n'Ghosts, Gunsmoke, Viking of Dragons, Knight of a Round, Mercs, Pirateship, Higemaru, Sun Sun, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Hyper Fighting и Vulgus. Вот такие вот игры, они, видимо, ну, я так думаю, что это в основном что-то с аркад портировано. Ну, в общем, у Capcom вообще хорошие обычно сборники делать, мне нравятся и сборники. Могли видеть на канале там по Street Fighter отдельный сборник, на PlayStation 4 видео. Немного что они выпускают, в общем, хорошая тема. Ну, тут особо ничего не посмотреть, тут вот такая вот картиночка. Блин, как мне лучше сделать, чтобы он лучше видно было. Вот, вот так вот выглядит. Можно даже, по-моему, от двух-трех игроков посетить и поиграть, да? Вот, такой вот первый сборничек. Я вообще люблю сборнички, нравится мне. И вообще, это старые игры прикольные. Дальше, еще один сборничек, на этот раз уже от SEGA. SEGA Mega Drive Collection. Тут 27 игр. Значит, что у нас там есть? Соник, Фэнтези Стар 2, 3, 4, Эко Дельфин, Элик Скит, Бананзо Бразер, Скит Хамелеон, Флики, Гейн Граунд, Супер Вандер Блейд, Сворд оф Вермиллион, Вектор Мэн 1 и 2. И больше написано. Ну, какие? А, ну тут комикс-зона на картинке есть. Так, Рестар. В общем, многие игры есть. Вот на PlayStation 4 тоже выходил сборник. В Mega Drive там 50, по-моему, игр было. Здесь, видите, 27 игр, но некоторые, ну, не те. То есть, например, Эко Дельфина не было на PlayStation 4, на сборнике. Соответственно, здесь тоже интересно. Плюс какие-то открываются эксклюзивные аркадные тайтлы. Вот. То есть, тут еще какие-то бонусные игры дополнительно есть с аркады. Так что, вот тоже интересная тема. Как-нибудь поиграю. Ну, а просто до распаковки, помните, у меня еще был сборник Сеговский на PlayStation 2. Там другие совсем игры. В общем, вот эта тема мне нравится со сборниками. Дальше, еще один сборник, ребят. Capcom Puzzle World. Набор разных пазлов. От Capcom тут даже, я вижу, Street Fighter есть вот этот вот пазл. Тоже, наверное, прикольная тема. Вот она, кстати, по-моему, в сборник PlayStation Classic входит. Хотелось, кстати, на нее тоже поиграть. Так что, вот, сколько тут их всего-то. Что-то не сказано, сколько здесь игр, но тут три точно разные нарисованы. Возможно, три всего есть. Buster, Brothers Collection, Super Puzzle Fighter 2 Turbo и Block. Видимо, три игры здесь, я так понял. Ну, ладно, разберемся. Ну, блин, тот же самый Street Fighter Puzzle. Мне бы интересно было поиграть. Дальше, еще сборничек. Это, раз, пойдет уже сейчас файтинги, ребят. Вообще, тема изначально, у меня хотелось именно файтинги собирать на консолях. Вот, PSP, PlayStation 3, PlayStation 2. Файтинги или игры такие жанры типа слэш. Но, также, люблю еще сборнички. И вот тут Power Stone Collection. Вот так выглядит, по-моему, это две игры с первой соньки, что ли. В общем, это какой-то файтинг. По-моему, я даже играл в него на первой соньки. Там какие-то арены, ловушки, что-то типа того. Вот такой, кто играл, напишите в комментариях, как вам игра. Я что-то такое смутно припоминаю. Короче, две игры серии Power Stone. Stone с новыми режимами, оружием. И улучшенным экраном специально для PSP. В общем, вот так вот. Не знаю, пишите в комментах, как. Кто играл, кто помнит. Я что-то мельком играл, но уже плохо помню. По-моему, на первой соньки они были. Дальше, еще файтинги пошли. Tekken Dark Resurrection. Вот. Ну, вот тоже не знаю, честно говоря. Во много разных Tekken'ов я уже переиграл. Вот в этот не играл. Я знаю, что Tekken Dark Resurrection на PlayStation 3 был, по-моему, чисто онлайновым. То есть там Tekken 5 переделали чисто под онлайн. Что-то такое было. Как здесь, я, честно говоря, не знаю. Тут вроде можно играть и по интернету. Было раньше. И по сети. То есть по Wi-Fi двумя консолями. То есть я, честно говоря, не уверен, что тут вообще какой-то сингл есть. Кто играл, ребят, в Tekken Dark Resurrection? Я знаю, что есть еще Tekken 6 на PSP, но вот у меня его нет. А вот кто играл в Tekken Dark Resurrection? Как оно? Есть там какой-то сингл, аркады какие-то, что-то такое проходить? Напишите, кто играл. Дальше. Следующее у нас Dark Stalkers Chronicle. Ветчаус Тауэр. Тоже файтинг. Это же тоже капкомовский. Файтинг известный. Тут, скорее всего, какой-то порт с аркадных автоматов опять, наверное, идет. Потому что я помню, еще такая была версия на PlayStation 3. Типа демку я играл. Вот когда мы играли о Man of Sorrow. Вот недавно файтинг вышел на PS4. Многие сравнивали. Типа, мол, что похоже на Dark Stalkers. Только там 3D графика. Ну, такая, типа 3D модельки персонажа. Здесь все чисто рисованное, спрайтовое такое. Тоже подумал, что надо. Ну, и опять-таки, в играх серии Marvel vs Capcom фигурируют отсюда персонажи. Там какие-то вампиры там. Демоны, вампиры разные. Тоже неплохо бы приобщиться к этому делу, когда будет возможность, время. На старой PSP-шке, если честно, вообще желание не отыграть. Там экран не очень качественный. Плюс аккумулятор сдох, короче. В общем, я теперь буду посмотреть на Авито. Может быть, трешечка попадется. Там и экран получше качеством. И вот к телеку можно подключать. Ладно, дальше. Следующее у нас. Beautiful Joe Red Hot Rumble. Называется. Может быть, знаете серию Beautiful Joe? Их было две игры. Они выходили на PlayStation 2 точно. Другие платформы, не знаю. Это такой, типа, платформер, beat'em up. С эффектом slow-mo. Там как будто фильмы снимают. Они такой, ну, сеттинг такой, ну, угарный такой, скажем так. Там еще Dante был из Daily Cry во второй части. Вот. Я их, правда, целиком не проходил. А это, насколько я понял, это чисто файкинг. С героями Beautiful Joe такой вот. Даже, честно говоря, ни разу не играл. Не представляю, какой он. Тут, может, это что-то типа Smash Brothers. Ну, в коллекцию, я думаю, пойдет. Надо бы попробовать. В общем, ладно. Мне кажется, довольно редкая игра. Мало кто в нее, мне кажется, играл. Потому что при ней вообще ничего не слышно. Это вот даже видно. Это американский регион. Если кто-то играл, пишите в комментах, как. Продолжаем серию файтингов. Street Fighter. Street Fighter Alpha 3 Max. Это, по-моему, Street Fighter на первой сцене, да, вроде выходил. И Street Fighter Alpha у меня есть в сборнике Street Fighter Collection на PlayStation 4. А тут чисто отдельно он. Я думаю, тоже прикольно будет в него поиграть. Так вот, если будет возможность засесть на PSP где-то, поиграть в файтинги. Мне кажется, вообще, оно, самое главное, портативной консоли. Именно в 2D файтинге. Потому что там управление заточено по два игры больше на PSP. Так, тут дальше уже игры немножко по-на-друге жанров пошли, да? Вот это вот. Давно хотел тоже поиграть. Resistance Retribution. Я пробовал демку, играл. И мне она зашла больше, чем оригинальные Resistance с третьей плойки. Те были от третьего лица, те были от первого лица, а это от третьего. То есть, такой, ну, казалось, бодренький экшон. Там герой бегает, всех отстреливает. Что-то мне демка в своё время понравился. Я давно хотел, думаю, надо себе взять. Главное, чтобы было возможно всё это поиграть. Так что вот, эксклюзив, по сути, для PSP. Так, ещё один, по-моему, нет, это не эксклюзив уже. По-моему, на Nintendo Wii выходила. Tensho Shadow Assassins. Может быть, знакомый с этой серией. На первой Соньке было очень популярной серии. Там было две части было. Тоже любил играть. А это уже что-то продолжение какое-то. Подумал, надо взять тоже. Пускай будет в коллекции. Ну, короче, стелс про ниндзя. Кто не в курсе. Вполне возможно, что не самая удачная часть, на самом деле. Потому что что-то последнее в Тенчу, по-моему, ругали. В прессе. Ну, пускай будет. Так, и вот ещё тоже мне серия такая довольно любопытная. Castlevania Dark Chronicles. Кстати, американская версия. Американка. Дрэкс Хитс. Это ремейк Castlevania. Она, по-моему, на Super Nintendo была. Вот эта версия. Так, Rondo of Blatt она называется, да, вроде как? Короче, это ремейк, переделанный в 3D графике. То есть, была пиксельная такая, спрайтовая игра. И тут всё полностью переделали. Полностью там, другие фаны, 3D модели персонажей. Вот, такой ремейк. И плюс, в нём ещё содержится Castlevania Symphony of the Night. По-моему, который с первой сонки. Чуть ли не одна из лучших Castlevania считается. Вот, сзади вот здесь вот показано. Вот они, название этих игр, которые здесь содержатся. Две игры в одном. Вот, прикольная тема. Тоже, хотелось поиграть. Как следует. Пускай будет. Дальше. Вот это я не знаю. Возможно, вообще, полный трэш эта игра. Но, что-то была возможность. Думаю, надо взять. Тоже, американский регион. Тоже, какая-то игра. Про неё, честно говоря, особо не слышно. То есть, фильм, все знают. Трис Спаратанцев. Но, кто играл в игру? Мне кажется, никто практически не играл. И вот эта игра. Три Спаратанцев. Царь Леонид тут изображен. Возможно, что-то в стиле God of War. Какие-то битвы здесь. Ну, графонии видно по скриншотам, что, конечно, фиговенький. Хуже, чем God of War. Тот же самый PSP-шный. Но, забавно. То есть, я про эту игру вообще ничего не слышал. Игры в последнее время там по фильмам вообще редко выходят. На редкость, скажем так. Пускай они и трэш, но что-то бывает в них есть. Так, ну и последний сборничек. Кстати, единственное, что у меня распечатанное. Немножко замызганный такой. EA Replay называется. 14 горячих классических игр в одной коллекции. Короче, ребята, это сборники компании Electronic Arts. Сборник из 14 игр. Так, тут полный перечень-то есть вообще. Значит, Wing Commander. Он, по-моему, на Super Nintendo выходил, да? Mutant League Football. B.O.B. про муравьев. Игрушка Desert Strike, Jungle Strike. Вот это популярные вертолетные такие игрушки. Вот, в принципе, спереди на обложке тоже видно, да? Road Rash. Первый, второй, третий. Тоже культовая классика. На Sega все выходило. Вот, а что тут вообще за... Почему именно? 14. Тут какие-то еще, значит, игры есть. Вот она. Вот так вот выглядит внутри. Все распечатанное. Так. Книжечка есть. Ну, книжечка, правда, черно-белая. Вот, вот такая вот, типа, у каждой игры вот такая страничка. Тут описание есть. То есть можно почитать. Ну, тоже сборник, поэтому взял мне что-то... Ну, сборки это прикольно. Так что вот так вот. У меня, кстати, похожий по виду есть сборничек еще от компании Midway. Я его в одном видео показывал. Там содержатся игры Midway Arcade. И там есть три Mortal Kombat оригинальных аркадных. Вот, и вот это будет тоже вместе в коллекцию. Вот так, ребят. Вот такая стопочка игр на PSP. Как относитесь к PSP? Пишите в комментариях. Кто-нибудь собирает вообще игры для нее или нет сейчас. Вот, ну и... На будущее тут немного, но будет чуть побольше наберется. Тут от PS3, от PS2 диски. Может, что-то угадаете. Сделаем отдельное видео, потом попозже. Тоже, типа, распаковка, не распаковка. Ну, короче, покажу. Новое приобретение на PS3 и на PS2. Вот. А на этом все на сегодня, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большой палец вверх, если интересны ролики такого формата на моем канале. Вот. Пишите в комментариях, что было интересно, что нет. С вами был Анидзука. До новых встреч. Пишите в комментариях.